Следующее, что я вам хотел рассказать, это создание своего типа пользовательского свойства. В Bittrex у информационных блоков много разных типов пользовательских свойств уже есть, но зачастую этого набора все равно не хватает, нужны какие-то свои особые типы свойств. Пользовательские свойства модуля информационных блоков позволяют изменять представление формы ввода, вывода и тому подобное, стандартных свойств расширяя их возможности. Фактически такое свойство представляет собой набор обработчиков событий, вызываемых при построении административного интерфейса, публичной части или API-функции. При первом обращении к методам пользовательских свойств вызывается обработчик событий on iBlockPropertyBuildList. Строится список свойств и при необходимости вызываются их методы. Данное событие вызывается при построении списка пользовательских свойств. Обработчик возвращает массив, который формируется методом GetUserTypeDescription в обработчике данного события и описывает пользовательское свойство. Функция GetUserTypeDescription возвращает массив, описывающий поведение пользовательского свойства, который как раз и должен вернуть обработчик событий on iBlockPropertyBuildList. Массив из себя представляет набор полей, таких как PropertyType. Указывает модулю, какое свойство будет базовым. Это может быть строка, число с плавающей точкой, список значений, файл, привязка к разделам, привязка к элементам. УзерType, идентификатор пользовательского свойства, description, краткое описание и целый набор полей, где значение будет массив из двух элементов. Первое название класса, а второе название метода, который будет вызван при соответствующем методе. Давайте же более подробнее на этом остановимся. Функция GetPropertyFieldHTML. Она возвращает HTML для отображения элемента управления при редактировании значений свойства админки. Вызывается во время построения формы редактирования элементов. Набор параметров, которые необходимо передать функциям, вы видите у себя на экране. Функция GetPublicUHTML. Возвращает безопасность HTML для отображения значений свойств в публичной части сайта. Если вернет пустое значение, то значение не будет отображаться. Вызывается функция, которая используется компонентом модуля информационных блоков для формирования значений свойств. Набор параметров вы также видите у себя на экране. Рассмотрим еще одну функцию. Это ConvertToDB. Данная функция выполняет преобразование значений свойств в формат, пригодный для сохранения в базе данных. Если значение свойства – это массив, то нужно сериализовать. А дата-время нужно преобразовать в формат ODBC. Это нужно для возможности сортировки и фильтрации по значениям данного свойства. Ну и, как вы поняли, данная функция вызывается перед сохранением значения свойств в базе данных. Вот на экране вы видите все доступные методы класса. Мы не описали еще методы проверки правильности значения. Проверки длинные значения. Для извлечения данных из базы данных. Для показа списка элементов в админии. Для редактирования публичной части. Для индексации. Сохранения настроек и редактирования настроек. Описание всех этих методов вы можете найти в документации. По ссылке, указанной на экране. Ну а теперь перейдем к практике. В качестве значения свойств попробуем завести картинку с превью. Это могут быть, например, фотографии гостиницы на туристическом сайте или что-то подобное. В нашем случае опробуем наши свойства на инфоблоке новостей. В варианте такого применения и рассмотрим решение данной задачи. Один из вариантов реализации хранить изображение в отдельном инфоблоке и показывать как привязку к элементу.